Отношения обязательны для так называемой счастливой жизни? Или можно без этого? Очень хороший вопрос. Значит, во-первых, счастливой жизни не бывает. Жизнь – это страдания, это не я, я сказал Будда. Сиддхарха Будда Гаутама, понимаете? Хотел говорить, всё. Мы неизбежно с вами будем болеть, испытывать сложности, тревогу. Что-нибудь будет идти не как мы хотим. Всегда будут неприятности, это неизбежно. Поэтому рассчитывать на какую-то такую счастливую жизнь – это наивно. И понятно, конечно, что чем ваша жизнь богаче, тем больше у вас всяких разных рисков с точки зрения того, что если бы у вас не было тёти, если бы у вас не было тёти, то вам её и не… В общем, вы знаете, я плохо цитирую, но по смыслу вы понимаете. Если нету жены, так и вы нечего расстраиваться, что с ней что-то не так. И наоборот. Поэтому, конечно, можно избрать стратегию такую аскетическую, и чем меньше в вашей жизни всего, тем как бы меньше шансов на разочарование и так далее. Но с другой стороны, у вас меньше шансов на вот те самые гормональные, в хорошем смысле, нейромедиаторные приливы, понимаете? Когда вы испытываете и дофаминовую радость, и серотониновую, и эндорфиновую, и окситоциновую, и окситоциновую в нежности в постели, эндорфиновую при всяких разных поглаживаниях, при обадриваниях и так далее. Серотониновую, когда вы чувствуете, что моя эта в коробчонке приехала, понимаете? Вот радость-то. Дофаминовую – это когда вы снова и снова узнаете своего партнера и видите в нем вашего человека, понимаете? Поэтому, да, можно, и это сейчас даже модно, но не модно. Я же вам говорю, что мир изменился, вообще все пошло черт знает куда, и мы в новом мире оказались, в этом цифровом, в этом виртуальном, вот, в этом таком очень странном, вот, и количество одиночек нарастает во всех странах, вот, и в Америке вообще просто пик, там, их 40% людей, как их, в общем, живут, это одиноко. Вот, поэтому это тренд, вот, но сказать, что такая жизнь будет счастливой, ну, пока вообще одинокие живут меньше, меньше, вот, болеют больше, вот, и чаще страдают депрессией, вот, поэтому можно, но задача Минздрав предупреждает, вот, так. Но если вы умеете строить отношения, если вы способны эти отношения строить, слушайте, их даже, может быть, не одни, вот, это надо понимать, потому что мир наш такой, что мы сами очень сильно меняемся, проживаем несколько жизней, вот, и если раньше мир-то был очень такой, однообразный, изменения происходили очень редко, вот, и поэтому люди, как бы, шли по своей колее, ну, вот, сейчас, конечно, мир сильно меняется, люди сильно меняются, вот, поэтому, что называется, раз на всю жизнь, вот, не факт, вот, что это правильно и, там, единственно возможный вариант, ну, как бы, может быть, это не так радужно звучит, как в сказках, но это правда, но важно же, там, ну, пусть у вас будет, там, в течение жизни, там, трое длительных, хороших отношений, что в этом плохого, чем если будут одни, длительные, душа в душу, то он ей в душу, то она ему в душу, ну, неизвестно.